Слава Иисусу Христу! Слава навеки! Богу Святому истинному! Братья и сестры, всех снова приветствую из города Москвы! Вот здесь, возле храма Христа Спасителя, этим утром молюсь и благоставляю столицу, благоставляю Россию, молюсь о духовном пробуждении столицы, о духовном пробуждении России и благодарю Бога за то, что действительно чудо Евангелия Христова распространяется по всей земле. И вот этот храм восстановленный, возрожденный храм, как бы из небытия восстановленный, некогда разрушенный и, не знаю, еще в конце 80-х, когда приезжал сюда, то говорили, конечно, что могут восстановить этот храм. Там собирались люди на молебен, и я тоже приезжал, знаете ли, но и верил, и не верил, честно говоря, что это возможно. И тогда еще, знаете ли, были инициативные группы такие, возрождение храма Христа Спасителя. Это неофициально, неформально. Собирались, молились. Да, в 88-м году еще я служил тогда на Клиросе, был чтецом. В 89-м годах тоже приезжал сюда. И потом уже в 91-м году, будучи священником, приезжал также на молитву эту, на общение здесь в Москве. Миряне, священнослужители, очень разные люди собирались сюда, приезжали. И вот сегодня этот храм, некогда символ реформации, обновленчества православного, этот храм восстановлен. Сегодня, конечно, здесь далеко не обновленческое движение. Служение это традиционное, довольно ортодоксальное, русской православной церкви, московского патриархата здесь ныне. Но я верю, что Господь совершит чудо духовного преобразования, преображения и самые традиционные такие, как бы, и закостенелые юрисдикции. Господь в силах действительно пробудить духовно, что уже постепенно и происходит, собственно. Но я верю, что Бог совершит чудо евангельского преобразования, потому что именно действительно библейское, такое евангельское пробуждение, в нем нуждается сегодня и наша конфессия. Мы, как православные христиане, тоже нуждаемся в такой реформации, обновлении. И протестанты, и католики, и все христиане, собственно, нуждаемся в этом. И, как говорил святитель Киприан Карфагенский, церковь непрестанно реформируется, всегда обновляется. Экклезия сэмпа реформанда, церковь непрестанно буквально именно реформируется. Реформанда, реформация, это слово, и изначально, что слово, собственно, означает, означает и в том далеком третьем столетии, через 200 лет после начала нашей с вами истории, истории христианства, церкви Иисуса Христа, означало именно действительно восстановление, возрождение, покаяние. Еврейское слово тшува очень хорошо, значит, это слово как бы объясняет, именно покаяние, возвращение. Первое значение – возвращение. Вот, и еврейское тшува, по-гречески как раз именно Новый Завет был написан на греческом языке. И, действительно, метанои – это разворот на 180 градусов кругом, именно действительно идти в другое направление. И время от времени ревизия действительно должна быть в теле Христовом, и большая, я имею в виду, а такая ежедневная небольшая ревизия должна быть в жизни каждого верующего человека, безусловно. И когда, знаете ли, миллионы православных христиан открывают молитвословы, где говорится в конце вечерних молитв ежедневное исповедание греховов, там, собственно, подразумевается именно анализ. Действительно, покаяние, размышления, собственно, реформация каждый вечер происходит обязательно в жизни верующего человека, православного. Но, действительно, без Библии, без Евангелия мы обречены на такие свои представления о реформации, о покаянии, о возрождении, обо всем, собственно. Настоящее целомудрие, цельное мудрование без Библии, без Слова Божьего невозможно. И молюсь об этом сейчас, прямо здесь, вот, от стен Кремля, молюсь здесь, возле храма Христа Спасителя, возрожденного уже храма, о духовном возрождении и обновленческом, реформаторском, православном движении, служении. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись. Аминь. Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!